Уважаемые жители Кашхаблевского и Шовгановского районов, хочу довести до вас информацию по телефонным мошенничествам. В последнее время не только на территории наших районов, но и в республике, и в других субъектах Российской Федерации очень распространенное стало такое преступление, как телефонное мошенничество. Преступники, как правило, в основном самыми распространенными, используют два варианта телефонных мошенничеств. Первый вариант – это когда к вам на телефон поступает либо СМС-сообщение, либо телефонный звонок и предупреждают вас о том, что ваша банковская карта заблокирована, причинами могут предлагаться всякого разного рода, вплоть до сбоями, связанными с компьютером в банковской системе. Что необходимо делать в таких случаях? При поступлении такой информации, либо путем СМС-сообщения, либо телефонного звонка, вам будут предлагаться номера телефонов, на которые нужно сообщить пин-код вашей карты. Ни в коем случае этого нельзя делать. Мошенники таким образом получают доступ к вашим банковским сбережениям, и уже дальнейший процесс вами не контролируется. Поэтому ни в коем случае, как я уже ранее говорил, пин-код не сообщайте. Необходимо сразу связаться с вашим банком, который вас обслуживает, и уже проконсультироваться по всем вопросам со службой поддержки этих банков. Значит, также хочу предупредить о том, что пин-код карты вашей не должен храниться рядом с вашей карты, либо, как обычно такая практика имеется, когда на самой банковской карте пишется или выцарапывается каким-то образом этот пин-код. Это уже первый путь, по которому, если даже в случае утери, даже без телефонных сообщений, вашей картой могут воспользоваться. Второй способ – это когда вам поступает также телефонный звонок, и сообщают о том, что ваши родственники, либо знакомые попали в сложную ситуацию, как правило, тоже варианты могут быть разные, это и ДТП, это и связанное с наркотиками, что ваш родной и близкий человек находится в каком-либо из отделов правоохранительных органов. И для решения вопроса вам предлагается внести энную сумму. В этом случае тоже диктуется номера телефонов, на которые необходимо переводить, предлагают вам преступники, мошенники, предлагают перевести эту определенную сумму денег. В этой ситуации также необходимо попробовать связаться с родственником и не предпринимать либо каких-либо действий по переводу денег до того, как вы не установите связь со своим родственником, для того, чтобы установить, так ли, имеет ли это место быть вообще. И в первом и во втором случае также хочу довести, что преступники стараются удерживать оппонента, предполагаемую жертву, на телефонной связи. То есть не дать возможности позвонить либо по другому телефону. То есть тут играет чисто человеческий, психологический фактор. Поэтому еще раз хочу предупредить, быть бдительными в таких ситуациях. Если какие-то вопросы возникают, лучше всего, либо, как я уже ранее говорил, обращайтесь в банк по своей карте, либо связывайтесь со своим родственником. Ну, когда уже ситуация, необходимо звонить в полицию.